Женские сборные России, Украины, Белоруссии, Казахстана, Новой Зеландии и Австралии вышли на ринг спортивного комплекса Одинцовского института, чтобы разыграть командное первенство, проверить свою спортивную подготовку и поддержать Коломенский Кремль. Мы все голосовали за то, что наш Коломенский Кремль занял первое место в Российской Федерации. Историческое место, все прекрасно знают значимость этого места. И поэтому, я думаю, сейчас маленькая информация есть, что мы немножечко впереди. Но я хотел бы обратиться ко всем нашим жителям Одинцовского района, чтобы они тоже приняли участие в голосовании, поддержали Коломенский Кремль и чтобы мы победили, чтобы наша визитная карточка была Коломенский Кремль. Традиции, наверное, российские надо поддержать. А как по-другому? История наша? Если мы не будем поддерживать историю, тогда и нас не будет, правильно? Кроме того, Александр Гладышев напомнил собравшимся, что 8 сентября помимо выборов губернатора Подмосковья в Одинцовском районе пройдет референдум. Одинцовцы должны принять решение по трем вопросам, касающимся медицины, образования и безопасности. Международный турнир объявляется открытым. На ринг за три дня соревнований выйдут чемпионки, призеры и участницы Олимпийских игр. В общем, те, кто поедет на Олимпиаду в Бразилию в 2016 году. Поэтому эти состязания для спортсменок – боевая практика, для Одинцовцев – захватывающее зрелище. Кстати, теперь Одинцовы для женской сборной по боксу – родной город. С этого года девушки будут тренироваться в спортивном комплексе Одинцовского института. Не только я. Вообще все специалисты, они где-то даже немножко в шоке от таких вот условий. Они бывают. Мы увидели такие условия, но это очень в дорогих странах. А в данном случае в России такие условия я вижу впервые, чтобы в одном месте сделать такой вот центр. И спорт, и учебы, и проживание. Это, конечно, очень шикарно. Последний соревновательный день – 31 августа. У всех желающих еще есть возможность собственными глазами увидеть захватывающие боевые спарринги знаменитых спортсменок. Евгения Августина, Константин Королев, телекомпания Одинцова.